На сегодняшний день самарская установка по изучению процессов горения в двигателях не только самая большая, но и самая передовая в мире. Аналогов практически нет. Главная задача этого аппарата – помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных двигателей. На установке начались первые эксперименты. Ученые проводят исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 К. Главная цель – минимизировать образование вредных выхлопов при сгорании топлива. Благодаря установке можно будет понять, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы. Простыми словами, данные, которые получат исследователи, необходимы, например, для синтеза нового вида топлива, используемого в ракетных двигателях. Потом создавать, разрабатывать технологии чистого сжигания топлива – это очень важно. Вы знаете, что на двигателе требования очень высокие по именно эмиссии вредных газов. Поэтому для того, чтобы их снизить, необходимо понимать, какие-то процессы идут. Несмотря на размеры полной установки, самое главное – ее сердце – микрореактор, вполне компактный. Выглядит как небольшая трубка длиной всего в 20 миллиметров. Она создана из карбида кремния – материала, который крайне редко встречается на Земле и, по сути своей, является чем-то космическим, так как распространен именно в этой части нашей Вселенной в виде частиц звездной пыли. Как отметили ученые, стоимость установки – порядка 70 миллионов рублей. Ее удалось разработать и собрать в Международной научной лаборатории физика и химия горения в рамках мегагранта правительства Российской Федерации «Разработка физически обоснованных моделей горения». Создание аппарата на базе Самарского университета началось еще в 2017 году. В 2021 он был полностью готов, и вот через год начались первые испытания. Одно из интереснейших направлений, например, это подмешивание водорода к авиационному топливу, что, безусловно, повышает и топливную эффективность, и снижает экологическую нагрузку. И здесь, опять же, мы встречаемся с необходимостью использовать ученых данной лаборатории, которая изучает фундаментальные вопросы горения. Эксперименты, которые начались, прежде всего помогут решить задачи импортозамещения. Получаемые с установки данные важны для промышленного кластера не только предприятий нашего региона, но и соседних. Как отметили специалисты, потенциальные кандидаты – это заводы, входящие в состав объединенные двигатели строительной корпорации, такие как ОДК «Кузнецов» и Пермский ОДК «Авиадвигатель». Михаил Ермоленко, Василий Калдашов. События.